На самом деле, спасибо большое за замечание, уважаемая любовь. Я могу ответить на ваш вопрос. Мы сейчас возобновляем работу с этим клубом. У нас есть такое движение, молодежное движение, как клуб интеллектуалов «Хрустальная сова». Ежемесячно проводятся районные игры, зональные игры. Мы принимаем участие, наша команда принимает в краевых соревнованиях по этой игре. И мы их приглашаем, привлекаем на эти игры представители этого клуба. Готовы принять свои объятия, поддерживать этот клуб. Это самый оптимальный путь на сегодняшний день. Я говорю только на сегодняшний день. О том, что мы дальнейшую работу продолжим с этим клубом, нет сомнений. Пока именно в этом ракурсе. Еще один вопрос от нее поступил. Оказывает ли молодежь какую-то конкретную помощь ветеранам Великой Отечественной войны? Круглогодичная акция «Согреем сердца ветеранов» — это гордость наших волонтеров. И ветераны наши благодарны. Это действительно то, чего не придумаешь. Наши ребята в поселениях ходят к ветеранам, помогают им по хозяйству. За многими молодежными активами закреплены дедушки, бабушки. Не только ветераны Великой Отечественной войны, но и ветераны труда, труженики тыла. В этом году, как никогда, может быть даже, я посмею так сказать, потому что этот год юбилейный. И все, максимально все молодежные силы мы бросили на то, чтобы не оставить без внимания ни одного ветерана. Каждому ветерану молодежные активы вручили таблички, которые говорят о том, что памятные таблички. Здесь живет ветеран. Такую акцию мы проводили. Молодежь помогает еженедельно, можно сказать, помогает ветеранам. Кому-то нужно, кому-то за счастье, чтобы молодой человек, какой-нибудь мальчик или девочка принесли хлеба. Кому-то нужно действительно в огороде помочь. Кому-то поправить забор. Кому-то просто посидеть, попить чайку и поговорить. Что-то бабушке или дедушке можно что-то рассказать. Для них это счастье. Главное внимание на самом деле. То есть многие даже, ну не многие, некоторые дедушки, бабушки реагируют не всегда положительно, потому что у каждого судьба разная. У каждого, каждый из ветеранов, конечно, заслуживает к себе и требует к себе индивидуального подхода. Но большинство наших, наших дедушек и бабушек, они очень приветливы, очень нуждаются в помощи молодых людей. И мы, естественно, круглый год проводим эту акцию. А еще раз озвучите цифру. Сколько волонтеров у нас? Волонтеров у нас больше тысячи. Они приходят каждый день, регистрируются, получают волонтерские книжки. На сегодняшний день, по-моему, 592, если не ошибаюсь. Спасибо большое. В этом году комплексный молодежный центр «Славянцы» впервые стал лучшим в крае. Как удалось добиться этого результата и трудно ли удерживать его? На самом деле, работу молодежного центра можно оценить по разным критериям. Но департамент молодежной политики и молодежный кадровый центр, мы ежегодно принимаем участие в этом конкурсе, который они проводят. Ежегодно мы добиваемся успехов, но в этом году центр занимает первое место. До этого были второе и третье место, занимали в рейтинге молодежных центров. Вот в нашем управлении, если говорить о структуре, у нас наше управление делится на две части. Это управление по делам молодежи, я и двоим их идущих специалистам, собственно, и все три человека. И все остальное, это моя орда, моя армия девчонок и мальчишек. Это комплексный молодежный центр «Славянцы». Собственно, деятельность этого центра самая разносторонняя. Реализация практически всех направлений молодежной политики и совокупности, они дают такой результат. Это и работа социального направления, и трудоустройство, и, конечно же, мероприятия. То есть основное направление деятельности молодежного центра – это максимальное привлечение молодежи к участию в мероприятиях, активному участию в концертах, фестивалях, слетах, туризму, походах и, естественно, зрителей. То есть молодежь как? Я считаю, что на самом деле на позитивной ноте, ну, наверное, я не открываю Америку, что на позитивной ноте вот эту самую коробочку, эту самую шкатулочку позитивной нотой открыть можно. Главное – пригласить молодого человека туда, куда он пойдет с желанием, а не за шиворот его туда притянут. Открыть эту шкатулочку и уже вот тебе, пожалуйста, открытая книжка, рисуй в ней, что хочется. Главное – не сделать ошибок. Вот это самое главное. И этой позитивной методикой мы пользуемся. И молодежный центр добивается таких успехов только благодаря своему трудолюбию. Я считаю, что за этот труд тоже нужно отдать должное, потому что работать с молодежью, молодежь самая разная. И график у нас самый плавающий. И с утра, и до ночи, и до поздней ночи выходные праздники у нас. На праздник как на работу, на работу как на праздник. И вот еще о победах. Открытый славянский клуб веселых и находчивых в кровьем конкурсе на лучшую организацию работы с подростками и молодежью по месту жительства также был награжден дипломом первой степени. Расскажите о наших КВНщиков. Правда ли, что они недавно вернулись из Москвы? Мы-то знаем, что правда. Расскажите зрителям. Вот сейчас, не знаю, может быть, в объектив камеры видно. У меня, когда заходит тема о КВНе, это, не знаю, это, ну… Любимая тема. Самая любимая тема. Это то, чем я занимаюсь давно. С первого курса студенческой скамьи. Но на самом деле КВНщики в этом году сделали не один шаг. Это, наверное, огромнейший прыжок вперед. Все началось с того, что мы с нашим руководителем Анатолем Владимировичем встретились. Он сразу же спросил, какие у нас задачи, какие перспективы, какие проблемы. Мы сказали, что Анатолий Владимирович, мы хотим, чтобы команда, сборная команда КВН, вот мы играем в Кубанской лиге, вот играли там-то, вот мы такие, вот такие. Вот это мы можем, вот это мы хотим. Можно ли нам поехать в Сочи? И с легкого благословения Анатолия Владимировича команда поехала в Сочи, где выступила очень ярко, неформально. Команда за этот год придумала свой стиль, который до этого не использовался. Это высокоинтеллектуальный, с одной стороны глупый, кажется, но с другой стороны этот юмор в костюмах, в ростовых куклах, то есть все видели эфир по НТК, показывают регулярно эти игры. Вот огромный шаг вперед, и сейчас команда является финалистом Центральной лиги КВН. 1 декабря состоится финал в городе Краснодаре на улице Красная 5 в Кубанском казачьем хоре, где команда наша встретится еще с семью представителями, замечательными, талантливыми ребятами из других регионов нашей страны, из других городов Краснодарского края. Вот такие сейчас успехи. Ребята прилетели из Москвы, опять же, мы вот так вот напалмом буквально за полдня собрали их и отправили в Москву для того, чтобы поучаствовать в съемках, для того, чтобы произвести съемки для подготовки к финалу. На самом деле есть очень уникальные кадры, которые для нашего района станут историческими. Но не буду открывать секретов, смотрите эфир после наших игр. Как только этот видеоролик появится в эфире НТК, обязательно все люди его увидят. То есть вот такие вот задачи. Главное сейчас выиграть в финале, а потом, кстати, очень важный момент еще могу, можно расскажу. Если команда становится чемпионом, мы в это очень свято верим и надеемся, буквально через неделю команда должна прибыть в Белоруссию, в Минск, для того, чтобы принять участие в Кубке чемпионов, победителей таких же лиг по всей России. То есть у нас в России, в стране нашей есть много центральных лиг, лига по Волжье, ну и так далее. И Александр Васильевич Масляков будет лично встречать эти команды. Состоится этот Кубок в Минске 11 декабря, если мне не принять память. Это прорыв уже. Это величайший прорыв. Ну не потому что, знаете, я думаю, что не для того, не потому что 8 человек или 10 человек в команде совершают такие подвиги. Да, они действительно совершают подвиг, потому что круглосуточно. Когда к ним не приедь, к одному они собираются, то у одного дома, то у другого, то у нас в Молодежном центре не круглосуточно готовятся. Потому что есть цель, цель победить. И наша молодежь, наши КВНщики, с каждым годом их количество растет. Выросло количество молодежных команд, молодежной лиги. Их уже 13, включая новую сборную, молодую сборную, которая принимает участие в Кубанской лиге КВН, в Новороссийске. Вот у них 5 декабря игра. Они, кстати, только в этом году только начали играть. И первую игру, третье место из восьми, я думаю, что это тоже успех. Ребята смотрят на эту команду, они гордятся. То есть вот как есть у всей Кубани сборная бакса участники, да, это кумиры всего края. Я думаю, что в Славянском районе есть команда сборной Славянск, которая является тоже своего рода кумирами для КВНщиков нашего района. Соответственно, люди тянутся, ребята приходят на игры. Последняя игра доказала это как на блюдечке, потому что мы проводили фестиваль открытия молодежной лиги КВН сезон 2010-2011. У нас принимало участие 15 команд, две из них сборные. Приезжали к нам гости из Анапы, из Новороссийска. И наш огромнейший зал Дома культуры, гостеприимный, уютный и наш любимый, он не вместил все количество людей. Мне кажется, что пришло в полтора раза больше, чем должно было быть людей. То есть вот есть успехи, есть вот результаты. И уже на сегодняшний день у нас есть целая армия болельщиков, которые хотят поехать именно на финал, поболеть за нашу команду. Ну, все будет зависеть от того, каким образом мы организуем опять же эту поездку. То есть говорить могу часами. Это да, это мы уже поняли. К сожалению, время нашего эфира к концу подходит. Вот сейчас самая актуальная тема – это приближающийся День Матери. Вот у вас, Олег, есть уникальная возможность сейчас в эфире, в прямом эфире признаться в любви своей маме. Сделайте это. Спасибо большое. Моя мама живет не в нашем районе, она живет в Абинском районе. Ну, к счастью, там немножечко, но все-таки сигнал доходит с Лавянского телевидения. Поэтому, мамочка дорогая, ты сейчас обязательно смотришь эту передачу. Я хотел бы тебе передать, ну, банально, мы не на поле чудес, банальный привет. Мам, мы тебя, конечно же, мы тебя любим. Ты у нас самое главное, самое единственное. Самое единственное и дорогое то, что у нас есть. У меня есть младший брат. Мы с Эфимом тебя очень любим, по тебе очень скучаем, хоть это иногда не видно. С работой, с учебой иногда мы забываем, может быть, там лишний раз позвонить или приехать. Но ты всегда помнишь, что мы тебя любим, ценим и уважаем. И, естественно, мы у тебя есть. И в воскресенье мы с тобой обязательно встретимся. Спасибо, Олег. На этой ноте, наверное, и надо закончить наш эфир. Спасибо за обстоятельный, серьезный, временами несерьезный разговор. Надеюсь, что не последний. В нашей студии. Я хотел бы, в самом конце, можно еще сказать, мне бы хотелось обратиться опять же ко всем молодым людям нашего района. Друзья, не оставайтесь в тени. Занимайтесь своим видом деятельности. То, что вы выбрали. Если вы занимаетесь спортом, вкладывайте все силы. Занимайтесь творчеством, вкладывайте все силы в творчество. КВН, рисование, танцы, ну что угодно. Если есть какие-то проблемы, наши двери всегда открыты. Комплексный молодежный центр Славянца, управление по делам молодежи. Пишите нам на почтовый ящик, на ICQ. У Дзержинского 272. Звоните 43788. 41363. Всегда рады всех видеть. У нас всегда полные кабинеты молодежи, целый день. Мы всех ждем. Всех ценю, всех люблю. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам тоже. И вам, уважаемые телезрители, тоже спасибо, что звонили, участвовали в беседе. Просто смотрели. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok